Приветствую, друзья! Вы знаете, наш канал существует еще менее двух лет, однако уже сегодня вдруг внезапно, я, честно говоря, в шоке нахожусь, я получил такой комментарий, который просто является вершиной комментариев и, так скажем, вершиной оценки деятельности, потому что для того, чтобы оставить такой комментарий, люди затрачивают свою энергию и время, а это самое ценное, что у них есть. О чем пойдет речь? Дело в том, что сегодня в 8 утра я подхожу к двери офиса и вижу там записку в двери. Я удивляюсь, потому что записки в двери обычно не оставляют, даже арендодатель, который офис нам сдает, он как бы не практикует такое. Достаю записку и немножко в шоке, в шоке, потому что, ну, честно говоря, очень приятно это, когда такое происходит. Самый лучший комментарий за всю историю нашего канала оставили ребята из Питера. И самая главная ценностность этого комментария в том, что он аналоговый. Он вот в таком виде. Еще ни разу не оставляли комментарий в физическом виде на нашем канале. Давайте я его сразу зачитаю. Здравствуйте, Григорий! Мы зрители вашего канала на YouTube. Сейчас мы студенты 6 курса МГСУ, специалитет высотные большепролетные здания. Спасибо вам за тот опыт и за те знания, которыми вы делитесь. Полгода назад начали смотреть ваш канал. Нам, как начинающим специалистам, невероятно полезны темы и проблемы, о которых вы говорите. Сейчас мы на каникулах. Едем в Санкт-Петербург через Тверь. Последний день в Твери. Решили к вам прийти, поздороваться, сфотографироваться и пожать вашу руку. Жаль, что не застали вас на месте. Ваши зрители Миша и Женя Пастернак. 19.08.20 Мы как раз вчера были на обследовании. Все там сверху до головы. В масле, в солидоле там обмеряли сложный и достаточно механизм. Но это та машиностроительная тема, о которой я говорил. Примерно 2-3 дня в неделю мы так занимаемся. По пару часов. Ребята, очень приятно, что вы приехали и хотели со мной пообщаться. Это очень-очень мотивирует меня на самом деле. Потому что получается, что я не говорю в пустоту. И что мои, хоть и не очень большие на самом деле знания, кому-то полезны и интересны. И особенно, когда люди приезжают. Представляете, приезжают, пишут письмо достаточно большое на страницу. Просто, ребят, мне кажется, жалко, что вы не смогли со мной встретиться. Надо все-таки было, конечно, написать или позвонить. Там все данные-то есть. И почта, и телефон, телеграмм, ватсап, что угодно. Надо было, конечно, за денек позвонить, написать. И мы бы обязательно встретились. Я бы отложил какие-то дела в сторону. Там состыковались бы по-любому. Просто, конечно, обидно, что вот есть желание и не получилось у вас. Может быть, конечно, сюрприз мне хотели сделать. Ну, видите, получается, что мы очень большое время выезжаем на обследование, на обмеры, там, дебаты с заказчиками и прочее. Ну, много, выездная работа достаточно. Что я хочу сказать. Миша и Женя, очень приятно, что вы написали, что вы хотели встретиться. Я думаю, что у вас все будет хорошо, что вы получите в институте в своем хорошие знания. Там ведут все-таки лекции профессора, которые знают больше, чем я. По крайней мере, теоретическая часть знаний у них гораздо больше. Это однозначно. А я постараюсь с вами делиться на YouTube-канале всеми знаниями. Так что, я думаю, много вы не потеряли со мной, не встретившись. Наверное, в картинке я, может быть, даже лучше, чем в жизни. И что меня еще радует. Вот такие инженеры, которые оканчивают уже шестой курс. У нас есть такие люди, посмотрите. Они интересуются. Они будут двигать страну вперед. Буквально 5, 10, 15 лет пройдет. Я думаю, что мы будем жить в другой стране, потому что у нас есть вот такие люди, которым интересны знания, которые учатся не просто, чтобы отучиться и получить диплом, а чтобы овладеть профессией. Им это интересно, их это зажигает. И они будут двигать вперед экономику, будут двигать вперед строительную, проектную область. Раз вам не удалось побывать в нашем офисе, то сегодня проведу небольшую обзорную мини-эскурсию в видеоформате для вас, чтобы вы посмотрели. Тут помещение небольшое, но я думаю, что будет интересно вам. Вот основная комната, где проводится запись видео. Вот сейчас, видите, наконец удалось реализовать шумоизоляцию хоть в каком-то минимальном виде. Видите, по поводу акустики есть большая проблема, потому что потолки здесь высотой 4 метра, и эхо, даже вот сейчас с шумоизоляцией, звукоизоляцией, оно достаточно большое. По-хорошему надо делать, конечно, подвесной потолок, но пока вот обошлись минимумом, вроде оно работает, времени особо нет на это, соответственно, вот так вот. Вот такое минимальное оборудование у нас, зеркалка, два сутбокса, стол, подсветка. Здесь вот будут полочки, которые будут играть и антуражную роль, и, собственно говоря, роль практическую, потому что пока у нас нет шкафов и некуда что-либо складывать. Вот это у нас другая комната, здесь тоже много недоделанных. Вот у нас жемчок, штанга. Потому что обязательно необходимо заниматься, ребята, всем проектировщикам, крайне рекомендую, как минимум, иметь турник, как минимум. Иначе со здоровьем могут быть проблемы. Ну вот тут тоже недавно переехали, поэтому все в таком полуоборудованном виде. Так что вот так вот мы живем. Вот в эту дверь вы не попали. Она была закрыта, потому что мы были на обследовании. Самое интересное, знаете, что вот этот комментарий как бы осознание мне такое дал, что как бы я, получается, немножко в ответственности за людей, которых, так скажем, привлек на канал, потому что, ну, они ждут от меня еще каких-то новых видео, новых идей, новых историй каких-то. Я как бы уже, получается, обязан это делать, потому что ради таких людей, которые готовы приехать, пообщаться, им интересна тема строительства, однозначно стоит вести какую-то деятельность по мере возможности по передаче своих, хоть и небольших знаний, им дальше. Чтобы они на основе этих знаний вырабатывали свой опыт и потом сами уже делились со следующими поколениями. То есть это важно, я считаю. Миша и Женя Пастернак, желаю вам еще раз удачи, успехов в профессиональной деятельности. Комментарий ваш обязательно сохраню, так как он аналоговый, не на жестком диске. Я думаю, что рамочку сделаю, повешу, как напоминание, что есть ради кого вести деятельность на Ютубе, в частности, и в других соцсетях. Всем удачи, желаю всем профессиональных успехов, мотивации, чтобы вы не зря потратили год на свое обучение, применили эти знания в практике, чтобы мы ходили по городам, видели красивые, надежные, крепкие здания. Всем удачи, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok